ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Совет по правам человека при президенте России выступил с оригинальным предложением простить гражданам долги по штрафам ГИБДД Не просто так, а в честь столетней годовщины революции Февральской или Октябрьской не уточняется Глава Совета Михаил Федотов сослался на то, что около трети наложенных на водителей денежных взысканий не оплачиваются К тому же работа судебных приставов по выбиванию штрафов обходится очень дорого ТРАССА 101 Федеральное министерство финансов поддерживает отмену введенного в 2011 году запрета продажи алкоголя на автозаправочных станциях Не имеется в виду крепкое спиртное, только пиво, вино и слабоалкогольные энергетики По мнению ведомства, это повысит рентабельность заправок, которые сейчас терпят убытки Противоположную позицию занимает МВД, ссылаясь на вероятный всплеск пьяных ДТП ТРАССА 101 Чем больше штрафов получают автомобилисты, тем выше должны быть зарплаты госслужащих, непосредственно отвечающих за обстановку на дорогах Такую идею решила реализовать Министерство транспорта Республики Чувашия и разработала соответствующее постановление Однако документом вовремя заинтересовалась прокуратура Она сочла его незаконным по причине того, что сотрудники министерства никоим образом не влияют на число выписанных водителем штрафов ТРАССА 101 В России начался выпуск Мазда CX-5 нового поколения Кроссовер будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 2 и 2,5 литра Мощностью 150 и 192 лошадиные силы соответственно Оба двигателя могут работать в паре с шестиступенчатой механикой, либо с шестидиапазонным автоматом Минимальная стоимость машины 1 миллион 431 тысяч рублей В США составили очередной список самых надежных автомобилей Он готовился на основе опроса 80 тысяч американских автолюбителей, недавно приобретших новые легковушки Первое место рейтинга второй год подряд досталось Kia Чуть больше претензий получил Genesis, суббренд Hyundai На третьей строчке оказалась компания Porsche А вот Jaguar, Volvo и Fiat вызвали у Янки наибольшее разочарование На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101